друзья приветствую алексей из питера передал мне образцы масла shell helix ультра 030 это полнозольное масло опять бы 5 значит баночка свежего и две баночки с отработкой с одного интервала но с разным пробегом такое масло я еще не проверял поэтому я создам сейчас эталон обновлю спектр на ранее приготовленные болваночки посмотрим что намерит прибор и можно будет проверять уже отработку вернее баночка еще здесь одна была между отработками была доливка 400 миллилитров масла свежего и алексей попросил меня посмотреть как она повлияла на результат так все прибор измеряет спектр спектр сейчас посмотрим спектрограмму что он там намерит вот такая спектрограмма и видно бугорок в принципе какой-то из террого есть но это минимальный уровень то может быть процент или полтора я даже не стал акцентировать на нем внимание далее выбираю это масло видите 030 опять бы 5 ультра масло это ультра эта серия gtl сделаны из газа так смотрите противоизносных присадок 119 процентов жирненько жирненько можно сказать видно что это полная зола и обратите внимание на кислотные щелочные тут даже корректировать нечего кислотный 17 а щелочное 10 и 6 это очень близко к тем данным которые получила лаборатория урц с одного известного ресурса там было 10 8 щелочное и 184 кислотное то есть и одно и второе число на принципе на на равный уровень превышена кстати в лаборатории велика вероятность что не совсем хорошо очистен электроды из-за этого такое завышение или чуть-чуть здесь вот может быть прибор занято ну тут такое в принципе очень правдоподобно для опять бы пять ну давайте приступим к проверке отработки это volvo xc70 14 года 2.4 дизель 181 сила в стоке здесь чип от пол стар 215 220 сил объем масляной системы 5 5 литров 182 тысячи километров но и значит 6 500 практически на масле 179 мот часов так 70 процентов по противоизносной присадки гликоля нет ни трава не окисления в норме посмотрите какая низкая сажа для дизеля 014 отличный результат топливной работы без нареканий вообще шикарный я считаю результат кислотная по чуть-чуть нарастает на 07 десятых 241 и по чуть-чуть снижается щелочное 83 видите высокая скорость 36 и 1 километр воды нет все выпарено прекрасный результат масло еще имеет большой зазор да кстати тот образец который видео не попал после добавления 400 миллиграмм щелочное выросла на две десятые а кислотная понизилась на шесть сотых но небольшое влияние было тем не менее так это следующий образец все то же самое только пробег 9650 километров 257 часов так здесь продолжает понижаться противоизноска на 8 процентов минус 62 процента гликоли также нету по чуть-чуть нарастает и окисление и нитрования сажа по чуть-чуть растет 022 но тем не менее прекрасный результат также кислотная растет 276 на 035 да она выросла и по чуть-чуть снижается щелочное здесь 7 воды также нет ну отлично работает мотор и масло отлично работает масло мотор ему не мешает все прекрасно идиллия вот сейчас проверим вязкость машина шитая возможно у нее отключен егр поэтому возможно некоторые загущение небольшое а может быть и настройщик тут накрутил с топливом но сейчас сейчас увидим так налил свежего налил отработки отработку я максимально двести пятьдесят семь часов использую смысла нет 2 да и смотрите классика похоже не гор отключен есть минимальное загущение чуть-чуть превышена температура в камере сгорания не хватает немножко топлива минус семь процентов из 100 тем не менее ничего криминального критичного грамотный настройщик мог бы чуть-чуть подкрутить и тогда вообще было бы превосходно но тем не менее все отлично да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео но и вот такие получились прогнозы значит первый прогноз 19 тысяч 145 километров 529 минут часов обращаю внимание на втором интервале скорость значительно выросла сократился прогноз 18 тысяч четыреста 30 километров и 491 моточас и обратить внимание на оксида азота нитрования значит первом варианте прогноз был пониже а во втором он повыше то есть видимо вот ну как бы можно предположить что на скорости меньше их образуется но температура меньше окисляет само масло щелочное кислотное так и мы с алексеем такой прекрасный результат обсуждали он был обрадован удивлен вот значит предположил я что это конечно дизель более холодный мотор на что алексей меня сумел удивить сейчас вам покажу скриншот он читает машину смотрите с телефона я думаю удивитесь и вы это дизель напоминаю температура масла 125 целых восемьдесят шесть сотых градусов но это такой был режим как мне объяснил алексей он там дубасил на полную просто ему было интересно там замордовать мотор мотор и масло максимально то есть газ пол газ пол газ тормоз вернее извиняюсь температура была в районе 30 градусов и вот на полную катушку он жарил и вот такой результат сумел добиться просто обалдеть и тем не менее даже несмотря на такой результат сами видели прогноз практически 500 мотор часов скорее всего вот этот эта температура была на втором интервале между шестью с половиной тысячу и девятью шестьсот пятидесятими поэтому и чуть прибило второй прогноз но я честно говоря был очень сильно удивлен такая температура в дизеле я честно говоря впервые сталкиваюсь но тем не менее хотя я слышал что вот дизеля бывают такие горяченькие но это такой прям здесь молодец алексей добился такого результата ну так что вот такое масло я считаю что крепкое отличное скорее всего здесь и по уны на присутствует не знаю просто все супер ну и мотор отлично работы благодарю алексея за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока